Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новое видео! Эйфория и синдром упущенной выгоды. Они везде. В телефоне Майкла Сейлора, кстати, с момента публикации этой шутки, портфель микростратегии вырос уже до 7,3 миллиарда долларов. Синдром упущенной выгоды ощущают целые страны, не говоря про инвесторов Уолл-стрит. Фома стоит такое, что кто-то слил трейлер GTA 6 до официальной публикации с надписью «Покупай биткоин». Это послание, которое должен услышать мир, а у Rockstar Games аудитория огромная, поэтому мир его услышит. Вот о чем мы говорили почти два года, аналитики и анчейн-метрики. Это происходит, но происходит гораздо быстрее, чем мы ожидали. Девять месяцев назад аналитик Bloomberg говорил, что есть небольшой шанс, что под конец 2023 года произойдет кризис предложения биткоина. И угадай что? Он уже происходит. Долгосрочные холдеры держат 72% предложения биткоина. Это исторический пик. Мы видим стремление холдить монеты, чтобы не случилось на всех уровнях инвесторов, от тех, кто держит меньше одного биткоина, и до тех, у кого на счету тысячи и десятки тысяч монет. Единственные, кто продает на медвежке, это биржи. Они продавали, чтобы удержаться на плаву. Но все остальные, особенно розничные инвесторы, накапливали и выводили монеты с бирж. Так что мы видим и выводы с бирж, и увеличение долгосрочных холдеров, которые делали ликвидное предложение биткоина неликвидным. Когда произойдет разворот макро-показателей и наступит холдинг, кризис предложения неизбежен. Друзья, посмотрите, на каком важном уровне сейчас находится цена. Мы должны превратить этот уровень в поддержку. Ведь именно он, точнее его пробитие вниз, стало началом медвежьего рынка. Мы прошли весь этот путь, прошли весь этот разворот, и сейчас мы должны закрепиться выше этого уровня, чтобы продолжать расти дальше. Но пока долгосрочные холдеры накапливают рекордное количество монет, краткосрочные холдеры демонстрируют рекордные с ноября 2022 года фиксации прибыли. Но посмотри на это. Этот график отображает и реализованную цену всех монет в сети, и реализованную цену для монет краткосрочных держателей, и реализованную цену для монет долгосрочных держателей. В мае 2023 года этот трейдер написал, что следующим бычьим катализатором для биткоина станет то, что реализованная цена биткоина превысит реализованную цену долгосрочного холдера. И посмотри на это. Мы это сделали только что. Да, коррекции будут. Даже на бычьих рынках. Вот, например, этот бычий рынок. Посмотри. Коррекция на минус 32%. Коррекция на 40%. Коррекция еще на 40%. И еще одна коррекция на 22%. Не бывает роста по прямой вертикальной линии. И прежде чем мы продолжим дальше, я хочу сказать, что вся информация в этом видео предназначена только для образовательно-развлекательных целей. Этот год стал одним из лучших в моей жизни, а ведь это только начало. Почему я так говорю? Потому что посмотри на интерес к биткоину в гугл-трендах среди розничных инвесторов. Он на самом дне и даже падает. Не обращая внимания на то, что цена биткоина выросла до 42 тысяч долларов. Но зато те, кто в рынке, демонстрируют сумасшедшую жадность. 75 пунктов. Исторически биткоин переживал моменты коррекции тогда, когда жадность достигала 75 и выше пунктов. Именно таким образом мы можем находить эти коррекции до того, как они произойдут. Посмотри на фундаменталы биткоина. Такого я еще никогда в жизни не видел. Это просто безумие. 72% ончейн-фундаменталов бычье. И риск рынка нулевой. Одна из причин заключается в этой картинке. Институциональная фома происходит. Каждый день, когда они не находятся в биткоине во время такого роста, они проигрывают. Они упускают прибыли. И это их убивает. Потому что их традиционные активы не делают для них того, что делает биткоин сейчас. Посмотри на фондовый рынок. Он всю неделю падает. В то время, как биткоин всю неделю растет. Это даже на GBDC отображается. Скидка на грейскейл биткоин сократилась с 50 до 8%. Это результат повышенного покупательного давления институциональных клиентов. Этот трейдер также обратил внимание на рекордный открытый интерес по биткоин-фьючерсам. Правда, он говорит, что это плохо, так как реальных денег и налички, которые несут в рынок, нет. Вместо них рынок раздувается кредитным плечом на бумажные биткоины а-ля фьючерсы. В этом есть логика. Но если продолжить немножко дальше, мы видим, что это является результатом повышенного интереса со стороны именно институциональных инвесторов. Это настолько масштабно, что CME даже обогнал Binance по открытому интересу. 5 миллиардов долларов. Еще одно доказательство. Управляющие активами открыли рекордно большое количество лонгов по биткоину на CME-фьючерсах. Они не могут покупать спотовый биткоин без спотового биткоин-этфа. Но зато у них есть CME-фьючерсы на биткоин, которые они и покупают. Причем их покупки находятся на историческом пике. Кстати, интересно отметить, что хедж-фонды, в отличие от управляющих активами, ставят на понижение цены биткоина. Как мы видим на диаграмме внизу. Все эти управляющие активами ставят на рост. BlackRock, Fidelity, Invesco, Franklin Templeton и другие. Кстати говоря, вчера директор Franklin Templeton заявил, что держит небольшую часть своего портфеля в биткоине, эфириуме, юни-свапе и суши-свапе. Похоже, что он верит в будущее децентрализованных активов. Напомню, Franklin Templeton, управляющий активами на сумму полтора триллиона долларов, также подал заявку на запуск спотового биткоин-этфа. Почему этот рост не поддерживается розничными инвесторами? Есть еще одно доказательство. Наиболее популярным пенсионным планом США является план 401k. Недавний отчет Bank of America показал 13-процентный всплеск экстренных выводов денег из пенсионных планов 401k. Это происходит на фоне рекордного долга, взятого потребителями и рекордно низкого уровня сбережений. Люди буквально берут в долг у своей пенсии и рискуют состариться с гораздо более скудным пенсионным балансом. Средний баланс пенсионных аккаунтов 401k в третьем квартале 2023 года снизился на 4%, в то время как снятие средств и займы выросли, говорится в недавнем отчете Fidelity. Чтобы ты понимал, что это значит и почему это серьезно, стратеги JP Morgan также крайне не рекомендуют прибегать к таким радикальным методам, как вывод денег из твоей пенсии. Они называют это твоим выбором в крайнем случае. И похоже, что крайний случай для потенциального розничного инвестора наступил. Может поэтому мы не видим роста интереса к биткоину от розничного инвестора даже на фоне роста биткоина до 42 тысяч долларов. Более того, интерес даже падает. Google Trends не показывает адекватного ответа на рост биткоина, а значит рост не спровоцирован розничным интересом. А по большей части является результатом повышенного интереса и спроса со стороны институциональных инвесторов. Возможен ли Bull Run в таких условиях? Без розницы. Вполне. Но blow-off топы, подобные 2017 и 2021? Нет. Такой интерес, особенно управляющими активами, которые рекордно лонгуют биткоин, может говорить нам о том, что мы весьма вероятно находимся накануне спотового биткоина ETF. В прошлом видео я рассказывал, что у SEC установлен диапазон дат с 5 по 10 января, когда они должны принять решение по спотовому биткоину ETF. Давай посмотрим на это, но я не говорю, что так случится, но возможность такая есть, учитывая исторические аналогии. Если мы посмотрим на запуск золотого спотового ETF, как на аналогию запуска спотового биткоин ETF, мы можем понять кое-что интересное. Суть в том, что после запуска спот ETF золото росло 7 лет подряд. Да, были коррекционные движения, но на большом отрезке этот тренд очевиден, вот он. Почему это происходило? Потому что стало возможным постоянно вливать туда деньги через спотовый ETF. Что будет, если биткоин переживет нечто подобное, когда дадут возможность постоянно в него вкладывать быстро, легко, безопасно и законно крупным институциональным игрокам? Это поворотный момент в истории биткоина. Он может стать началом новой эры финансовой свободы, но ничего не может расти вечно одной линией. Тем не менее, на большом отрезке времени, в следующие 8 лет, биткоин может показать что-то нереальное. И многие сейчас даже не понимают этого, а если им сказать, они и не поймут и не поверят, пока это не случится. Не забудь поставить лайк, если тебя тоже вдохновляет такая перспектива. Я просто хочу, чтобы это видео увидело как можно больше людей. И твой лайк в этом очень поможет. 1 лайк равно 10 показов. Это недельный график биткоина. И посмотри на этот буллран в 2017 году. В 2018 вот на этой медвежке я снимал видео, в которых говорил, что однажды этот массивнейший буллран в 2017 году, который поразил многих, на графике будет выглядеть как маленькая вспышка. Просто небольшой всплеск. Это произошло. После этого буллрана мы увидели двойную вершину, медвежий рынок, а затем практически вертикальный рост. Такое бывает не часто, когда мы наблюдаем такой резкий и взрывной отскок от этой 200-й скользящей, которая здесь обозначена синей линией. Посмотри, как резко мы от нее отскочили и практически вертикально растем вверх. Теперь давай поговорим про целые страны, которые тоже могут впасть в состояние фома. Пока это не подтверждено, но Макс Кайзер сообщает, что суверенный фонд благосостояния Катара хочет купить биткоин. Но другие страны по всему миру тоже смотрят на него. Они ищут что-то, что принесет им прибыль в эти времена. Особенно пенсионные фонды, которые недостаточно профинансированы. Им нужны хорошие профиты. И после того, как они увидят... Вот этот график. Что они скажут? Какой еще актив в эти времена может так им помочь? Кто-то из них уже вкладывается в акции криптовалютных компаний. Например, Южнокорейский пенсионный фонд купил акции Coinbase в третьем квартале этого года и уже получил 40% прибыли. Будут нации, которые держат биткоин и которые нет. Те, кто не держит биткоин, останутся позади. И благодаря тому, что кто-то из них будет держать биткоин, появятся новые сверхдержавые. Эфир Катара также посещал Сальвадор и общался с Наибом Букелли. Возможно, так пионер в принятии биткоина Сальвадор поможет и Катару на этом пути. Бразилия также не отступает. Крупнейший частный бразильский банк запустит платформу для торговли биткоином и эфиром. И это очень большой сдвиг для финансового ландшафта Бразилии. Что касается Сальвадора, их биткоин инвестиции теперь в прибыли. Даже несмотря на то, что их третья покупка совпала с пиком прошлого бычьего рынка. Затем они покупали на каждом падении. И последний раз, как ты видишь на этом графике, они купили вот здесь, прямо на самом дне цены. Идеальный пример того, как усредняться по доллару. Интересно, что после этого они не покупали вообще, просто накопили на этом падении и потом решили держать. И это делает целая страна на минутку. Это просто взрывает мозг, ведь я помню те времена, когда о таком даже подумать не могли. Целая страна усредняется по доллару на биткоине. Но даже на этом фоне до сих пор есть куча негатива. Биткоин упадет до 12 тысяч долларов. Вот такой сценарий коррекции от уровня 0.5 по Фибоначчи аж до 12 тысяч долларов. Что ж, вот медведи ждали 12 тысяч долларов, когда биткоин стоил 17. А вот медведи ждут сейчас 10 тысяч долларов. Но некоторые из них, после того, как биткоин вырос на 170 процентов, сдаются. Они говорят, к черту, я все пропустил, нужно залетать в ракету. И это тоже подпитывало цену биткоина и подпитывает до сих пор. Шортисты, кстати, которых ликвидируют постоянно, тоже являются топливом для этого роста. Но давай теперь поговорим про еще один исторический момент. Это просто нереально то, что только что сделал биткоин. Биткоин практически уделал две огромные корпорации за один день и одним движением. Бергшайр Хэтэвэй и Мета Платформс Фейсбук, Уоррен Баффет и Цукерберг. Прямо на твоих глазах он только что обогнал и Фейсбук. Обогнать две крупнейшие компании за один день, это просто потрясающе. И мы видим в списке всех активов, включая публичные компании, драгоценные металлы, криптовалюты и так далее, крупнейший актив золото 13,7 триллиона долларов. Что будет, когда биткоин обгонит и его? Его цена может составить 650 тысяч долларов. Обгонит ли биткоин золото в будущем? Я думаю, что это очень вероятно. Но на это потребуется время. Напиши в комментариях свое мнение по этому поводу. Как ты думаешь, обгонит ли биткоин золото? На самом деле это не так уж и много для биткоина. Ему нужно всего лишь вырасти раз в 15. Давай поговорим о золоте, которое вчера тоже достигло исторического пика цены. Первое. Центробанки мира продолжают его накапливать. Так стало известно, что Банк Китая тайно купил 593 тонны золота с начала года, готовясь к существенным изменениям в существующей финансовой системе. Я обязательно об этом тебе расскажу в других видео, там очень интересно. Я над этим роликом уже работаю. Крупнейший китайский застройщик Evergrande должен был быть ликвидирован 3 декабря 2023 года. Но суд отложил слушание на 29 января 2024 года. Почему это важно? Потому что глобальные банки держат в Evergrande почти триллион долларов в виде кредитов, облигаций и так дальше. И если бы Evergrande был ликвидирован, то все его активы должны были быть распроданы. Банки бы получили колоссальные убытки. Они и так их получают из-за высоких процентных ставок. Они этого очень боялись, но отложенный судебный процесс дал им порцию позитива. Золото выросло на этом фоне. Биткоин вырос на этом фоне. Так как есть шансы на то, что ситуация с Evergrande разрешится. Но если 29 января 2024 года произойдет ликвидация Evergrande, мы можем увидеть что-то большое на рынке. Питер Шиф, известный золотой жук, уже прокомментировал это. Золото стало катализатором цены биткоина. Это может быть лебединая песня биткоина. Спекулятивное безумие вокруг спотового биткоин ETF закончится крахом, который будет еще более впечатляющим, чем рост биткоина. Но зато ралли золота вполне реально. Да, золото достигло исторического пика. Но это немного обманчивый факт. Это золото по отношению к биткоину. И только с начала года оно упало по отношению к главной криптовалюте на 57%. Но посмотри на глобальный график. Золото выглядит как криптовалютный проект, который соскамился до нуля и находится на тысячном месте на CoinMarketCap. Но давай я открою тебе глаза. Мы берем золото и делим его на денежное предложение доллара. И что мы видим? С 2010 года золото упало на 73%. Золото достигло нового исторического пика? Нет. Это не исторический пик. Золото не компенсирует рост денежного предложения. Вот для сравнения биткоин, разделенный на денежное предложение. Он вырос в 4 раза только с ноября 2022 года. Я уже не буду считать, насколько он вырос с 2010. А вот NASDAQ, разделенный на денежную массу, даже он вырос на 258% с 2010 года. Золото же за это время упало. Всегда дели все на денежную массу, чтобы понимать, какой актив сможет компенсировать обесценивание доллара за тот или иной период времени. NASDAQ и биткоин могут. Золото нет. Преимущество биткоина также в том, что мы точно знаем о его монетарной политике, в отличие от обычных денег, где центральный банк может сделать все, что ему вздумается. А мы знаем, что инвесторы любят определенность. Уже в 2024 году инфляция биткоина упадет и составит 0,85%. Биткоин станет дефляционным. Но что интересно, люди теряют свои старые монеты еще быстрее, чем эта инфляция добавляет к предложению новые. При инфляции в 0,85% биткоин станет дефляционным, учитывая, что кто-то потеряет монеты, кто-то забудет пароль или еще что-нибудь. Биткоин станет дефицитным и дефляционным. Кстати, чтобы не потерять свои биткоины, храни их самостоятельно и выпиши уже все эти пароли, ключ фразы и все остальное куда-нибудь, чтобы не потерять. На этой диаграмме мы видим процентное соотношение предложения монеты, на каких уровнях они торговались. Мы уже рассматривали эту диаграмму, когда биткоин стоил около 28 тысяч долларов. Это было приблизительно вот здесь. С 26 до 30 тысяч долларов была хорошая поддержка. Следующий уровень сопротивления на 38 тысячах, 47 и 57 тысячах. Мы видим небольшое усиление сопротивления где-то на 42-43 тысячах долларов вот здесь, на пути к 47 тысячам. Если мы пробьем 47 тысяч, 57 тысяч будут вопросом времени. Ведь посмотри, 52 тысячи и 53 тысячи выглядят совершенно слабыми уровнями, которые в принципе не будут способны сдержать цену биткоина. Ну а после 57 тысяч долларов совершенно чистое небо. Но что же нам делать? Что делать инвесторам сейчас? Самый главный вопрос, который я получаю в личку. Сила DCA никогда не подводит. На этой диаграмме мы видим, что было бы, если бы ты инвестировал 10 долларов в день в золото, биткоин, S&P 500, казначейские облигации и NASDAQ. По-моему, все ясно. Биткоин лучше всех. Учитывая все эти взлеты, падения, медвежьи рынки и так далее, если бы ты инвестировал, не обращая внимания на эти качели, коронавирусные крахи, медведи и так далее, по 10 долларов в биткоин. Каждый день с 2020 года ты бы получил 106% дохода за это время, если бы ты инвестировал в NASDAQ 28%, S&P 518%, золото 16% и, наконец, американский долг, самая безопасная гавань для инвесторов, минус 20%. Допустим, ты начал инвестировать 250 долларов в месяц 4 года назад. В итоге за это время ты бы инвестировал 12 тысяч долларов, которые на пике вырастали бы до 25 тысяч долларов, а на дне составляли бы около 9 тысяч долларов. Но сейчас после этого роста ты бы получил 15 тысяч долларов, то есть приблизительно 21% роста. Без нервов, без седых волос и валерьянки. Ты скажешь, 21% за 4 года как-то мало, но сравни с другими активами. На золоте ты бы получил 2,5%, на фондовом рынке около 7%. И это не забывай, без учета обесценивания покупательной способности доллара за счет раздувания денежной массы. А теперь я покажу тебе фокус не просто долларового усреднения, но его же умноженного на время. Время играет колоссальную роль во всем, в бизнесе, в инвестициях, даже в YouTube-канале. 10 лет усердной работы над чем-либо приносят экспоненциальные результаты в конце пути. Допустим, ты решил твердо, все, инвестирую полтысячи долларов в месяц на протяжении 9 лет в биткоин. Что же у тебя получилось? На пике 2017 года у тебя было бы 585 тысяч долларов, на дне 2018 года у тебя было бы 30 тысяч долларов, на пике 2021 было бы 2,5 миллиона долларов, на дне прошлого медвежьего рынка у тебя было бы уже 700 тысяч долларов и сейчас у тебя было бы 950 тысяч долларов. А теперь представь себе, если бы ты не следовал этой стратегии, твои 585 тысяч долларов вот здесь превратились в 30 тысяч долларов, ты бы продал просто в ужасе и пропустил бы вот этот весь рост, зато получил бы минус 500 тысяч долларов. Итак, за 9 лет долларового усреднения по биткоину ты получил доходность в 1700 процентов. Да, золото и American Market принесли бы тебе доход, но это всего лишь 30-40 процентов. А теперь ответь мне на вопрос. Ты скажешь, 9 лет это так много. Скажи мне, ты на своей работе за 9 лет заработаешь 2,5 миллиона долларов или даже миллион долларов. DCA. Долларовое усреднение позиции, время, терпение и трудолюбие превратят тебя за 10 лет в миллионера. Меня зовут Богатейший Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok